Вы это в сентябре? Всем привет, с вами Яхтелек Копаров. В прошлом выпуске мы показали, как простые кыргызстанцы не могут выехать за рубеж из-за штрафа в 250 сомов. И в это же время вы узнали о неоплаченных штрафах трех депутатов. О том, как они, не погасив свои долги, свободно путешествуют по миру. Сегодня наша команда проверила всех депутатов парламента на наличие каких-либо нарушений и штрафов. И портал Толем Кэйджи показывает, что есть штрафы не только у Атазова, Бакасова и Алимджанова. Таких депутатов еще 11. Это Нурланбек Азгалиев, Медир Алиев, Исатбек Кызы Аида, Фархат Исмаилов, Алишер Козуев, Джанебек Кадыгпаев, Исхак Масалиев, Медирбек Саккараев, Махсатбек Сарбагышев, Кундузбек Сулайманов и Бахридин Шабазов. По данным портала Толем Кэйджи, большинство штрафов выписаны за нарушение правил дорожного движения. Например, у депутата Медирбека Алиева есть 6 нарушений на 12 тысяч сомов. У Исатбек Кызы Аиды 3 нарушения на 10 тысяч сомов. У остальных нардепов штрафы составляют от 2 и до 6 тысяч сомов. Кстати, депутаты Джанебек Кадыгпаев и Исатбек Кызы Аида, по данным портала, имеют штрафы с 2019 года, а Фархат Исмаилов и Медирбек Алиев с 2020 года. Ну а что касается по линии судебных исполнителей, то задолженность есть у двух нардепов. Это вице-спикер Нурланбек Азагалиев и депутат Джанебек Кадыгпаев. Друзья, как вы думаете, выпускают ли их за границу, несмотря на штрафы как в системе Толем, так и по линии судоисполнителей? Смотрим. Это новость от 17 марта. Вице-спикер Азагалиев принимает участие в межпарламентской комиссии в городе Ташкент. А 10 марта депутат Джанебек Кадыгпаев с визитом находился в Санкт-Петербурге. Вот такие дела. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, то поддержите нашу команду в сервисе Патреон. Подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях. Ставьте лайки, делитесь этим видео. А мы продолжаем. Мы связались с Джанебеком Кадыгпаевым и вот что он нам ответил. Мы связались с Джанебеком Кадыгпаевым и вот что он нам ответил. Темир of Life? Вице-спикера Нурланбека Азгалиева слегка удивили озвученные данные. Он пообещал уточнить информацию о штрафах. Вице-спикера Нурланбека Азгалиева слегка. 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 Сегодня нам удалось поговорить с 5 депутатами из 11. Если остальные захотят дать комментарий, то мы готовы дать их ответ в следующих выпусках. И что у нас в итоге у нас получается? Обычных людей не выпускают из страны из-за непогашенных долгов. Но при этом депутаты с такими же штрафами свободно выезжают за границу. В каждом удобном случае первые лица страны любят говорить, что все равны перед законом. А так ли это на самом деле? Вопрос актуальный. Неужели властям настолько тяжело сделать так, чтобы прямо в аэропорту у простых людей была возможность оплатить свои нарушения, чтобы билеты не сгорели из-за штрафа в 250 суммах? До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!